Лук может причинить вашей собаке гораздо больше вреда, чем просто неприятный запах изо рта. Многие из нас любят лук, он вкусный и полезный для людей, но он содержит токсин, который может вызвать серьезные осложнения у собак. Поговорим сегодня об этом. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анна Мельяненко, я занимаюсь лабрадорами с 2002 года. Питомник лабрадора from Labraland, город Одесса. Итак, поехали! Если кратко, лук очень токсичен для собак. Лук содержит токсичное вещество, известное как N-пропил-дисульфит. Это соединение вызывает распад эритроцитов, что приводит к анемии у собак. Токсин снижает способность эритроцитов переносить кислород, а также обманывает организм собаки, заставляя его думать, что клетка крови является захватчиком. Эритроцит разрушается в процессе гемолиза, что приводит к гемолитической анемии. Какие части лука токсичны для собак? Все части лука токсичны для собак, включая мякоть, листья, сок и обработанные порошки. Будь то сырой или вареный, жареный или измельченный лук и остальные луковые. Чеснок, лук-шалот, лук-порей и зеленый лук вредны для собак. Луковый порошок входит в состав удивительно широкого спектра продуктов, от супов до детского питания. Требуется всего 100 грамм лука размером со среднюю луковицу на 20 килограммов вес у собаки, чтобы вызвать токсический эффект. А ведь многие собаки любят лук и с радостью съели бы пакет, составленный без присмотра луковыми кольцами или луковую запеканку, если бы им представилась такая возможность. За этим очень важно следить. Симптомы отравления луком у собак следующие. Литургия, слабость, снижение аппетита, бледные десна, обморок, красноватая моча, рвота, учащенное сердцебиение и одышка. Если у вашей собаки проявляются какие-либо из этих симптомов, лучшее, что вы можете сделать, это как можно скорее показать ее ветеринару. Ветеринар диагностирует состояние вашей собаки на основании симптомов и анализов крови. Если ветеринар обнаружит гемолитическую анемию или образование телец гейнса в маске крови, и вы подтвердите, что собака ела лук, то эти признаки будут указывать на отравление этим продуктом. Другие заболевания также могут вызвать гемолитическую анемию, поэтому важно поставить точный диагноз, чтобы обеспечить собаке наилучшее лечение. Лечение отравления луком следующее. Самое важное, что вы, как владелец собаки, можете сделать для лечения и предотвращения отравления луком. Это никогда не давать его собаке и следить, чтобы она его нигде не украла у вас на кухне или на огороде. Если все же отравление произошло, ваш ветеринар может вызвать рвоту в зависимости от того, сколько времени прошло с тех пор, как собака съела лук, и предложит поддерживающую терапию, пока организм собаки не сможет выработать достаточное количество здоровых эритроцитов, чтобы заменить поврежденные. В тяжелых случаях вашей собаке может потребоваться переливание крови. Отравление лука может привести к летальному исходу. Чем быстрее вы доставите свою собаку к ветеринару, тем выше шансы вашего любимца. И да, лук, как мы уже поняли, запрещен, но есть много здоровых овощей, которые совершенно безопасны в небольших количествах для собак. Попробуйте предложить своему любимому хвостику морковь, огурцы или зеленую васоль в качестве полезного лакомства. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного.